Продолжение следует... 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 Чем ближе к морю, тем больше солнца. В нашем случае сегодня именно так и получилось. Солнце здесь поближе к морю. Такие облака. Облака. Растор такие горные. Такой не сильно высокий. Туапсе написано 55 километров, Сочи 170. Ну, все это по извилистой горной дороге. По прямой все было бы иначе совершенно. Туапсе, прикинь, если мы по ровной, допустим, по прямой едем, 55 километров. Это сейчас мы по кривой едем. А если по прямой? По прямой, я не знаю. Я думаю, половину точно мы сократили. Мы тут вилять будем. Ну, где-то этот промежуток, проезжая минут за 45-50, вот так вот. Ну, когда как, конечно. Вот так по кривой, да, Сочи 170. Ну, там еще через город, через Туапсе проехать надо будет все такое. Да, да. Полиция у нас стоит. Мы их тоже снимаем. Они скучают. Вот такая вот джубга. И не скажешь, что здесь когда-то пробки бывали. Вообще тихо и спокойно. Нет, это было еще не джубга. Вот сейчас тут только она начинается. Вот теперь джубер. На свечке Волгу что это? Где? Волгу. Волгу, походу, Волгу ставили. Да, соленья. У нас одна, я видел, ездил. А тут, если ролик не закончится к тому времени, в Новомихайловском на крыше стоит что-то такое, помнишь? Нет. Ну, я тебе покажу еще с левой стороны, когда въезжаешь в Новомихайловске, с левой стороны на крыше там какая-то автомастерская, на ней какой-то вот такой... Ну, шашлычки и делает. Две трубы. Так, раз нефть. 92, 54, 35, 95, 59, 75, 100, и 83, 80. А то он еще дороже, чем на Луколе, нифига себе. На Роснефть и все. Ну, я да. Хотя ты же сам говорил, что вроде как, что 98-й там, что 90... Ну, так посчитал, это большой разница. 98-й или 95-й? Сотом просто присадки. У нас сейчас 98-й я что-то не вижу, у нас только либо 100-й или 95-й. Ну, в общем... Короче, я езжу на самом дорогом бензине. Какой я вообще препятствий. А я когда покупал, я думал, дизель самый дешевый. Доказал, 95-й дешевле. Ну, сейчас у тебя сколько дизель стоит? У меня, ну, вот, видела, 60-й. 60-й, ну, а у меня, грубо... Где-то 60-й. Ну, а у меня где-то грубо стоит 82-й там. Ну, да, нормально. На 20 рублей литр. Опять бабушек, это уже рубль, сами понимаете. Так что... Не угадаешь. Ну, а лить дешевый бензин себе дороже будет все равно. Лучше на проверенной заправке. Уже сколько ездим, да? Ну, я в одном месте заправляемся. Уже дня, даже не десяток лет, я бы сказал. Уже больше туран был. Бургер Кинг. В общем, джуба. Джубка. Интересно, что же это значит-то? Я без понятия, что это значит. Ну, думаю, что что-то хорошее. Ну, надеюсь. Ну, не стали бы называть плохим названием населенную пункту самого... Ну, реку же называют. Херота. Там они все время это название меняют, путают. И обратно сделали, люди отстояли название. Опять отстояли, потому что отстояли в другую. Или сирота. Ее в одну сторону отстояли, потом, видимо, в другую. Уже не знаю. Вроде бы все как было, осталось. Я что? Видимо, я давно не ездил. У меня мелкие, когда читают. Фу! Как радость из-то. Не очень хороший оригинал. Десятая рота. Помните эти все места. Ну, я уже не раз вам их показывал. Ты где-нибудь хочешь остановиться? Ну, где я думаю, где мы можем остановиться вот сейчас? Тут, наверное, маловероятно. Когда я все время думал, а тут к морю бы сходить было как-нибудь. Да поехали уже где-нибудь. Хочешь что? Не-не, поехали. Тут тяжело встать. Поехали дальше можно. Если будет где-нибудь, посмотрим. Я когда сам ездил, где-то там останавливался, бывало. Спускался к воде. Но, как правило, быстро темнеет в это время. То-се. Блин, не хватает времени нормально погулять. Какие-то морские коньки у них тут. Здесь флажки с морскими коньками. Не знаю. Отель. Каскад называется. Динозавры. Так, ну, здесь мы где-то останавливались. Ну, ну, вот как раз около Викинга тогда останавливались, как-то я помню. Ну, где хочешь. Да пофиг, хочешь в Викинга, хочешь в Лермонтова заедем. Лермонтова? Ну, хочешь там, хочешь там. Но у Михайловки там негде остановиться, точно. Ну, скажешь, короче, где. Ну, хочешь вот около Викинга остановимся, подойдем там к морю, можно встать на краю посмотреть. Потому что ты же это показывал, что не показывал. Ну, да. Поехали дальше. Вот эту площадку бетон мы тоже показывали. Бетон показывали, море показывали вот это вот. Скалок Киселева, знаешь где? Я теоретически знаю, практически нет. Какая-то еще белая скала? А это там поворотка основной Михайловской. Вот этот Викинг, пол корабля уже убрали. Такая база кемпинг. Берег мечты называется вот. Тут, ну, когда ехали, в принципе, мы ехали в одном направлении, теперь и в другом направлении. Тут много всяких мотелей, автокемпингов. Отелей. Их отелей. Кстати, температура воздуха плюс 21 сейчас. Мы ехали, когда утром было 15 с половиной. Улыбайся, впереди камера на 70. Понял, улыбаюсь. Надеюсь, меня заметят. Не зря улыбался. Вот она, Лермонтово, и там ряд еще населенных пунктов. Красивое море, не штормит. Не знаю, кстати, вот сейчас, может быть, получится, да, но убрали эти доски или нет. Потому что, когда последний раз я приезжал сюда, даже еще после старого, еще штурмовека, еще тут бревнышки всякие валялись на пляже. Ну, да, их было тогда. Ну, если честно, было не очень красиво. Мы, конечно, погуляли с Настей. Не вдохновил? Да, да. Там еще везде какие-то колючие бурголовы. Наши, чтобы не заплывали забойки. Пляж за кай. Санта-Мария, узнаете? Сделано, чтобы люди не обижали. Бедного музыканта была песня. Моей молодости. Не то, чтобы мне с тобой не нравится, но я придумал, как быстрее доеду. Не-не, нормально, нормально. Убрали деревяшки, в основном все убрали. Ну, вот, правда, вот здесь, вот на берегу, походу, еще что-то посломали всякие объекты. И что-то их стало меньше, и они какие-то все разрушены, непосредственные объекты. Мне шерковато. Ты хочешь выйти? Не, я вообще. Я пока посижу. Так, что ты 22 сделал? Конечно, на улице там прохладнее будет. Да и в кофте просто. Как я тоже. Ну, это закаленный. Вот такая вот Лермонтова. Такое Лермонтова. Что-то там дальше будет. Я уже не понял. А там, подумал. Ну, ближайший, наверное, это как его, лагерь этот пионерский. Ну, лагерь так же нельзя, конечно. Нет, в лагерь нельзя. До Новомихайловского в 8, потом Ольгинка. Вот еще автокемпинг. А мы на каком там были? Ну, на том были, где Витинке, я тебе говорил, ты сюда. Ну, ладно, что солнышко вышло. Лесная сказка. Лесная сказка. Это был в Губкине такой лагерь, мне кажется. Да, да, да. Пионерский. Ольховатка. Ну, Ольховатка была удача, а Лесная сказка была рядом. Мы туда иногда ходили в бассейн с пионерами плавать. Красивые места. Особенно, когда первый раз едешь на машине, еще и летом. Если есть возможность остановиться, вот так вот купаться. Ты никогда не видел моря, так вообще. Выходишь, и сразу только море. Но Пальм, как обратили внимание, здесь особо не наблюдается. Но есть камера на 90. Солнечный. Я так понимаю, Росгвард или МВД. В общем, едем в соседнее село на дискотеку. Территория ухоженная была. Ну, санаторий, я не знаю, что такое. Дон. Ну, вот всякие такие вот отели. На самом берегу моря. Тут удаленности от моря вообще минимальны. Не минимальны, они прям на самом берегу. Если высоко, наверное. Не знаю, как они там. Тут, кстати, такие полупесчаные пляжи встречаются. Что, тут вот? И тут не пройдешь. Там где-то пройдешь, где-то не пройдешь. Мы тут перцы ходили. Кажется, да, тут находились с тобой. Мы лазили там где-то. Есть места. Ну, слава богу, сочи. Если бы сейчас не было места, я бы тогда удивился, думаю. Разворот 600 метров. Дальше мы от моря поедем. Ну, поедем, поедем дальше, что мы делаем. Там, может быть, посмотрим ближе к Туапсе. Там были такие красивые места. Там на море, где можно показать. Если не забудем, там остановится ток, доедем. У нас облака красивые. Я вот в Дубай на небо смотрел, всегда какая-то хрень была. Просто какой-то серый неб. А тут какие-то прям насыщенные, какие-то глупые. Ну, море там теплое. Так там же... Ну, соленое, там не кайф. Ну, это, нет, нормально. Я чешусь потом, я не знаю почему. Не, я не чешусь, я мой. Ну, это... Я когда скупаюсь, потом чешется все. Когда нырнешь, вот так не очень приятно, как там глаза попадают. Это такой прям... Жесть. Прям реально такое. А у нас как будто, знаешь, такое... А у нас самая оптимальная, мне кажется. Да, не сильно соленая. Соленоватая. Малосольная. Так, сейчас будет этот... Вы уже видите забор. Я уже сто раз вам, наверное, показывал. Это Орленок. А дальше будет поворот на Пляху, а потом уже Новомихайловский. Там, наверное, уже закончим ролик. Посмотрим на эту машину, которая там стоит, который я обещал. И уйдем. Я уже вижу пионерский костер на въезде в Орленок. Ну, камера, увы, не приближает. Даст Бог, приобрету камеру. Там, насколько я понимаю, еще одну линзу покупаешь, специальную такую, и она там... Зум у нее до четырех крат. То есть, четыре раза можно будет немножечко приблизить, а камер-то нету. Камеру эту-то сняли. Можно было гнать для Пьегорыча. Да. Ну, в общем, будет зум, будет лучше видно. Походу, мы встряли за каким-то там грузовичком. Как видите, все зеленое по-прежнему, все красивое. Появляются желтые оттенки. Я уже говорил в некоторых роликах. Есть они уже, их все больше, больше и больше. Но пока еще октябрь такой. Больше летний месяц, мне кажется. Хотя он красный, видно, деревья. Ну, буквально когда-то не два назад купались, нормально. Летний. Не два. Я, честно говоря, думал, что и там. Ближе к Краснодару будет похуже. Точнее, не и там, а там будет похуже. Но там тоже порадовала, кстати, природа. В общем, достаточно много зелени. Видимо, глобальное потепление. Возможно. Скоро у нас будет море, как в Дубае. Ты глядишь, у нас пальма будет возревать, бананы. Бананы. Пальма-то возревает. Я иногда объедаю плоды в парке. Как финики, что ли? Ну, типа фиников. Ничего вкусного. Ну, какие, да, в принципе, дети мне нравятся. Ну, они-таки нормальные, достаточно вкусные, мне понравятся. Мне понравились деревья олифтовые в этом. В сочи, в сочи, как оно, как оно называется, Монтера. Монтера, какое-то ругательное слово. Это рядом с этим, в Диснейм. Сочи, Сочи парк, пляж Богатырь. Вон там, которые здоровый отель строили, вот то, что... Практически достроили, ну, не знаю, пока не сдают, наверное, но красиво сделали впереди вообще. Для детей, для школьников. Ну, это уже говорили уже в будущем ролике. Я тебе просто еще раз, я поражал. Сделали прям на совесть. А я не видел своими глазами съезжими на андоганце. Поедем, когда с вами. А я же еще не рассказывал про этот какой-то птичий разрыли городок. Они что? Золото еще. Короче, типа маленький парк, такой в конце, туда, ближе к Абхазии. И там не у самого моря, чуть поглубже, там такой полукруг. И там парк такой, сделать. Там птички, лебеди всякие. Ты может выставлял, что ли? Не, не выставлял. Я тебе скину. Ну, я птичьих не стал выставлять, думаю, что птички там не надо. Своих птичек хватает. Ну, там прогуляться есть. Просто, я имею в виду такие дешевые локации, если там денег немного, у тебя погулять хочется. и ты уже приехал туда. Теперь я знаю, куда идти. Да можно. Там озерко. Бесплатный вход туда. Охрана сидит, там ковка рядом есть. Сознайчок. Парковка. Парковка. А, парковка. Все, это для меня. Стройка начинается. А теперь мы будем скромнее. Ну, тоже коллеги что-то вырыли. Там же еще гидроизоляция будет. Это же все это, да? конечно. Ну, про это все так. Это мы даже не подумаем, да. Особо не из-за того, блин. Ты на плейбе, да. В общем, мы готовимся стать нищанерами. Начали подсчитывать приблизительно и поняли, что это прям придется продать дома около моря, чтобы построить дом на горе. Ну, будем сто лет строить там. Да нет, сто лет я столько не проживу. Ну, сколько сможем будем строить. Да. В общем, так себе, перспективка. Потом где эти строят? В Новке? Где там? В Праге, кажется. Нет, в Праге, ладно, там, кажется, в этой, Барселоне, кажется, какой-то там собор строят уже там, не знаю, тысячу лет, что ли. Вот, типа того. Да и в Праге тоже там дома строили там. Они, кстати, чем-то похожи, чем-то. Наверное, тем, что католические храмы. Так, а что у нас опять? Вроде, аня, сегодня школа началась, все. Но в Михайловском, в районе школы, там, где, там, включают светофоры и все. И как только школа начинает работать, начинаются пробки. постоянно. Ну, что он перекрыл на дорогу-то? Синенький. Я не знаю. сейчас выезжать тут соседство пятерочки и магнита. В данном случае хотя бы не просто магнита, магнита косметика, чтобы не пересекаться сильно. Но мы доедем до Волги, наверное, и там уже выключить, потому что это вот, это будет долго и упорно. Волгу обещал показать, а может быть, это москвич, я уже не помню точно. Тут пробочка, так я тебе скажу. Не очень большая, да? Да, школа, я же тебе говорю. Могу даже поспорить. Как-то ремонт там делать. Может быть, ремонт, но, как правило, там светофор, когда включается, начинается это. Как в Лазовском. И вроде бы иногородних машин практически сейчас мало. Ну, правда, как на зло, вот эта вот синенькая прямо перед нами стоит. А стоим мы долго. Хотя, может быть, ремонт что-нибудь там, да? Ну, на карте показывают ремонт. А может, комплекс, на бог вы знаете. Какой-нибудь реверс включили, мы ехали когда в Краснодар ехали, ну, в сторону Краснодара не было ничего. Обратно едем уже, реверс включили. Что-то бурят там, бурят. что-то бурят. ребята, не пропустите нашу полосу уже. Ролик затягивается, потом грузить долго его. но тут уже реверс реверс выехал. Чуть-чуть так. Ну, отъедет реверс четвертый, курачок. Воткнулся, чтобы выехать. А теперь все объезжают его. Очень весело. Либо синенькие назад дай. Что-то они какие-то туголупые. Тем временем солнце выходит и выходит. Ездить надо на мотороллерах, вот, мотоциклах. Путик. Чувак проехал, там уже пробка. Придесная вдохника. Пробочка уже собирается, собирается. Видите, сейчас уже две машины встали и все. А эти как будто не понимают, что надо пропустить людей. они не хотят думать, что ли. Я не знаю, что они делают. Там люди в яму въезжают. Нету взаимоуважения, товарищи. Нет, это мозг отсутствует. да. Этот нараб в четвертом отъехал бы назад, эти две машины бы проехали, он бы встал бы на место. Либо голубой назад к нам. Либо голубой не хотим дружить с тобой. Они оба, там уже три машины встали. Уже все тяжелее и тяжелее. Люди начинают объезжать их намного раньше. Отсюда начинают набивать. А нет, еще не набивают. Что значит два добива это сила. Да. Ну почему не отъехать? Я вот не понимаю. Не знаю. Один уже не вытерпел поехал. Есть же возможность. Второй решил объехать там дальше сверху. сейчас тронутся эти проезды. Экономьте время. Поехали. он сказал поехали и мы пошли. Сейчас наверняка будут ехать и Катя и с красными ушами. Наверное. вот хотел снять автомобиль. Сейчас прошу прощения. Да Володь. Алло. Ну я уж обещал поэтому завершим этот ролик. Все таки включил еще раз камеру. хотя мы проехали того места где прервались буквально метров двадцать может быть наверное. Где-то здесь где-то здесь я наблюдал машину на крыше красное белое фанагурье все для рыбалки микс 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 а вон он скорее или волга с оленем чем-то мне кажется москвич а может волга в общем да скорее наверное волга теперь вы видели ее она есть надо было ее покрасить красиво нет тут если бы это тут надо было бы все сделать знаешь здание чтобы красивые были заборы если поставил в общем если вы поставите его куда-нибудь то покрасить ее красиво все ребят наверное заканчивается ролик камера уже горячая пробка один фиг неинтересно может потом еще включу москвич 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 а